Про Витя, хомячка, хомку и кошку. Утром, когда Витя просыпался, он активно занимался физической культурой, делал зарядку, которая помогала лучше здоровью и настроению мальчика. Вите нравились упражнения с гантелями, которые делали его сильным. После выполнения упражнений Витя шел пить чай с малиновым вареньем. Потом кормил своего маленького друга хомячка Хомку, которого ему подарили на день рождения. Хомка очень смешной хомячок. У него белая брюшка и маленькие лапки. Хомка хорошо ест, спит и быстро бегает. У Витя еще была рыжая кошка Мурка, которая всегда внимательно наблюдала за Хомкой. Хомку Витя держал в клетке хомячку. Так хотелось видеть мир. Побродить по лесу, погреться на ярком весеннем солнышке. Он мечтал обрести друзей. Витя любил слушать музыку. Читал книжки, особенно интересовало рассказами о космосе. Из них он узнал то, что... Человек запускает спутники, чтобы изучать планеты даже такие, как Сатурн. Куманоиды живут на разных планетах, передвигаются не на летающих тарелках, но ученые этого не доказали. Дома у Витя много разных цветов. Он ухаживает за цветами, поливает их. Однажды, когда Витя шел в школу... К клетке подошла кошка. Она внимательно смотрела на Хомку. Ему стало страшно, что она его съест. Но кошка сказала, не бойся меня, ты хочешь на волю? Да, не веря своему шам, сказал Хомка. Тогда выбирайся быстрее, пока Витя не вернулся домой. Кошка мурлыкнула и открыла лапой клетку. Хомячок прыгнул на диван, забрался на окошко, помахал кошке лапой и сказал, я вернусь. Кошка была счастлива, что помогла Хомке.